Ариан Ирмалаев, член Союза дизайнеров России, автор множества проектов, в том числе по зажжению огня «Игр дети Азии» на озере Сайсары, автор мемориального памятника Платону Аюнскому, выставок Якутии в Экспо-2005 в городе Сайтама, Япония и в Экспо-2010 в китайском городе Шанхай. Автор концепции и руководитель проектов «Дней Республики Саха-Якутия» в Москве и Санкт-Петербурге, автор концепции церемонии открытия и закрытия «Игр дети Азии». Основоположник и автор концепции дизайн-образования на территории Якутии. Автор дизайн пространства арктической школы, инициатор визуальной знаковой идентификации территории и событий региона. Я вот часто замечаю, как стоят старшие поколения, видимо, с внуками, с детьми, и они что-то долго смотрят. Вот на что смотрят-то на ворота эти? На арку, арку я. Там у них, скажем так, фрагменты текста Аюнского. Но это же не только его текст. Он же соавтор длинного процесса, череде лохосутых. Он один из... То есть многие там обороты речевые и прочее, придуманные не только им. Он оформил... А текст это откуда? С Нюргунбатора. Солонхо-Нюргунбатора, Платона-Юнска. То есть этот текст, он как бы насквозь, в железо. Там я максимально, не максимально, я сохранил уникальную лексику в первом издании Нюргунбатора. Поэтому там вот, допустим, Гнан пишется через Г где-то, где-то через К, где-то он пишет Алдукмас, Алдукмас, по-разному. По-разному, да? Да. А где-то есть такой, как бы, артефакт, памятник какой-то, на котором вот текст, текст вот так уж... Ну, я как-то, я помню... Я, честно говоря, таких особо не помню. Есть древние, сохранившиеся, их называют памятниками. Ну, это, на самом деле, каменные напоминания, тексты о чём-то. Ну, это там короткие тексты. Там не было тогда понятия памятника. Ну, там императоры, там, значит, какой-то там, допустим, да, там Мин, там он пишет свои какие-то... Ну, это ещё с Осирии началось, в глиняных текстах, этих табличках. Там вот свои, скажем, достижения описывал, там, один из правителей. Ну, а там, как я помню, там 33 алгысы, да? Нет, это нет, там не все алгысы, там есть алгысы. Я делал подборку, вот, и там есть основные, как бы, вехи такие. Рождение ребёнка, свадьба, вот, значит, взросление богатыря, вот, ну и так далее. И, то есть, это, как бы, такой вот памятник, прежде всего, слову, получается. Ну, там написано же. Да. Керегенка, неверкаларым, кахтевет, керекатыларым. Кахтевет, керекатыларым, да. Вот это вот, собственно говоря, памятник гению Аюнского. То есть, получается, памятник... И не персонажу Аюнскому. Да, памятник его тексту, да? То есть, Оланфо. Гению Аюнского. Дети читают, пытаются читать это. Да, да, да. То есть, это важнее, может быть, чем сам памятник, сам, как бы, ну, этот памятник, который стоит. Конечно. То есть, работает. Изначально я вообще задумывал просто эту арку поставить и всё. Потому что в данном случае он как канавязь, получается. Арка – это символ женского начала. Абсолютно. Рождение такое, рождение. Рождение, перерождение. Рождение, вот. Это у многих народов есть. Ну, это вход в иное пространство. Да, в иное пространство. Или выход в другом пространстве. Да, или выход в другом пространстве. Или начало чего-то новой жизни такой. Да, портал. Аюнский входит. Вот, я, по-моему, кто-то писал какую-то статью по этому поводу памяти и говорили о том, что Аюнский входит в 21 век. Да, да, да. И в 22 войдёт. Да, да, да. То есть, каждый раз он входит в новый век. Нужно понимать, как какие-то частоты, волны, да. Потому что речь, якутская речь, она уникальная в своей природе. В 90-х годах, когда создавался Арктический институт культуры и искусств, вот ты стал руководителем и создал внутри этого института кафедру по дизайну. А я же помню, как мы убеждали всё министерство и руководители о том, что необходима такая кафедра. И никто не понимал, зачем это надо. В Дальнем Востоке это единственная кафедра по дизайну. И художественное училище наше в данном контексте, которое готовит уже дизайнеров, вот в таком виде это единственное художественное училище. Арктический наш институт, кафедра сейчас работает, так? Вот художественное училище или колледж? Колледж. Художественный колледж, где ты руководишь, как называется, кафедра? Нет, там отделение. Я отделением не руковожу, я художественный руководитель. Художественный руководитель, так. И они могут поступить туда, вот, и отдельно, вот, отдельный институт есть, который занимается, да? И в Санкт-Петербурге, и в Москве, наверное. Да, много. Красноярске вот ближайший, один из лучших. Новосибирске. Кто был в институте, и студенты-то знают, и гости наши, они видят вот твою инсталляцию, которая изображает Арктику. Да. Так? А почему птицы? Летают над этой инсталляцией птицы. Такая наклонённый круг, Арктика, такая карта Арктики. Ну, пытливому взору может открыться всё. Вот, карта эта, ну, правда, они по-своему переделали, у автора не спросили. Это неправильно. Нет, ну, они перекрасили, это неправильно. Это первый момент. Второй, значит, карту очень долго я располагал в этом пространстве, чтобы определённая ось пришлась, значит, на верхушку дельты реки. Так. Эта дельта является национальным заповедником. Ага. Куда слетаются мириады птиц, там они гнездятся летом, выводят потомство и улетают обратно. Птицы летят на север, прохладные, холодные, летом летят для того, чтобы там гнездо, там сотворить гнездо и, как бы, родить потомство. Да, да. Чтобы яйца птиц не... Не перегрелись. Да, не перегрелись. А потом обратно летят на юг, так, да? Ну, я так думаю. Я не орнитолог, не специалист в области там это, да. Но я скажу так. Ну, скорее всего, там ещё и меньше хищников. Но венчает это всё, это полярная сова. Мастерить я дал это своему другу, Авиалу Суфронову. Он прямо там всё это изучали мы вместе. Ну, всё-таки орнитологией занялись, да? Да, немного занялись. И очень интересного для себя я открыл моментов, которые я до этого не знал. Поэтому проект это... Например, что открыли-то, например? Ну, оказывается, есть вот такая окрачка, которая чуть ли... Ну, я, наверное, перегибаю, да? Но где-то выше всех поднимается птиц. Да. Там на сколько-то километров вообще. Я точно сейчас не вспомню. То есть там изображены эту Айалу Суфронову. Им сделаны вот эти птицы, которые обитают, ну, как бы, в ареале Арктики. Ни в каком институте инсталляционно, вот как сказать, замыслом дизайна не была сформулирована главная идея этого института. То есть Арктика, птица, птица-агугук, вот эта птица, которая наверху, и птица, которая рождаются там, расправляет крылья, улетает. С Айалом, когда думали, мы много раз смотрели этот спектакль «Желанный берег». Вот ходили. И потом он еще до этого делал композицию, которая сейчас стала, ну, вот, премией, да, в виде бронзовой скульптурки. Тоже мы с ним когда-то обсуждали. Это же «Река времени», как бы. Река времени. И опять же, вот, четыре человека на лодке. До сих пор в кабинете висит те вот, назовем так, твои работы, как их назвать-то, вот, моделированные развитие культуры и искусства. Фрэнсиса Бекона, четыре идола, да? Философа, английского философа. Да, 17-й века. Он говорил, надо от всего избавиться, выкинуть все эти идолы. Ну, я в глубине души абсолютно убежден, что никуда их выкидывать нельзя. Невозможно. То есть, идол, как было, идол пещеры, идол рода. Ну, вот сейчас взять, вынуть из английской, англосаксонской культуры Шекспира. Это здание все рухнет абсолютно. А он же идол театра, собственно говоря. Да. И идол площади. И идол площади. Памятники вот эти. Да. Театр Глобус до сих пор вот, ну, в восстановленном виде существует. Там идут спектакли. Вот. И так же люди орут, кричат, аплодируют. Актеры выходят и играет здесь и сейчас, кстати. До Зайна. И там вот в этой инсталляции опять, наверное, назовем так, да? Там же изображено мировое древо, Аллукмас. И там тоже эти ворота, арка есть. И там Сергея. Сергея как начало-начал. Да. Кстати, про Фрэнс Бекона очень много сейчас говорят. Он был еще и, как и вы, наверное, политический деятель. В целом этот человек, конечно, очень сильно поменял архитектуру, ну, нового времени, скажем так. Ну, история-то называется как новое время. Начало нового времени. Он утверждал, что идолы мешают делать правильные выводы. Вот был такой архитектор Лекорбюзье, да? Он говорил, что вот прямой путь – это путь людей, а кривая – это ослов. Под старость лет он пришел совершенно противоположным выводам. То есть, когда он проделал вот этот вот длинный путь архитектора, он проектировал… Лекорбюзье, да? Лекорбюзье. Да, да. И он увидел, что это вот, ну, он натворил там всего. И что вот современная урбанизация – это непосредственно связано с его именем. Он был идеологом современной архитектуры. То есть, он дал импульс, толчок. И ему импульс, толчок. Ориентиры такие, да? Правда, был другой. Альвара Алта еще, да? Но он не был такой теоретик, как Лекорбюзье все-таки. Этот еще и книжки писал. То есть, он понимал, как бы, ну, в векторе того времени он абсолютно соответствовал. Он сумел свою философию, как бы, плести в свою политическую и такую деятельность. Мне кажется, он собирал какую-то статистику на уровне того времени. А чтобы статистика была более-менее внятной и понятной для сознания, нужно из разных источников их собирать. Если там, вот, допустим, градация не очень большая, отклонение, то это, как бы, верное будет, соответствующее действительности данные. А он видит, он видит и смотрит, что это все как-то не так работает, очевидно. И он, видимо, думал, что этому может мешать, соответственно. Но не мудренул, что он пришел к таким выводам. То есть, идол пещеры, идол рода, идол площади, идол театра. Вот меня очень-очень-очень вспоминается тот патриотический такой накал, который были сформулированы в твоих работах по детям Азии. Оформление этого огромных представлений «Дети Азии». Я называю специально патриотический, потому что в каждом представлении «Дети Азии», которые проходили через каждые 4 или 5 лет, я уже, и там всегда была сформулирована в этих твоих декорации, там, оформление, все это пространство стадиона. Предыдущие 5 лет деятельности Министерства культуры. Ну, сколько я детей Азии, так, сынок, в качестве сыновых? По-моему, 3. Нет, 4. 3 или 4, я уже тоже забыл. Открытие, закрытие, ну и разные другие мероприятия. В Японию мы выезжали. Ну, в Японию это, в Японию это отдельно остановлю. У меня вот огромное пространство. То есть в будущем году, уже в 2024 году, будет «Дети Азии», уже глава республики, Ачен Сергеевич, уже занял поручение в этом направлении. Я так представляю, да, вот в контексте развития всего. Встадионное действие, встадионный театр. Это на самом деле был университет для многих деятелей культуры, искусства. И не только. Потому что организовать это такое, ну, кроме Москвы, наверное, только мы идем. Ну и Олимпийские игры. Да. Потому что... Казахстане, пытались сделать Казахстане. Ну. Тоже на каких-то азиатских, видимо, каких-то играх. Ну, это москвичи участвуют. Я же, вот в Узбекистане тоже площадные проводил. Ну, это приезжие из Москвы там. Да, да. Потому что здесь важно иметь... Мы все свое время учились в центральных городах. Вот. Школа, да. Если нет театральной школы, если нет академии художеств там и так далее, не появится ничего подобного. Вот Санкт-Петербург, который мы сегодня видим, это же результат наличия академии художеств. То есть там вот пестовали архитекторов, зодчих, скажем, да, воятелей там, которые вот все это вот благолепие создавали. Да, проектный университет. Проектный. Потому что сейчас эти люди способны на очень сложные проекты. И то, что вы это руководили, дало им импульс. Вот вы в Мирном помните, да? Там же был сделан, как бы на стадионе был, декорации были. Да. Все, все, ну как бы чудеса света города мира. Да, да, да. И это тогда мирнинский зритель был просто удивлен. Это же мюзикл был, своеобразный мюзикл. И вдруг, когда появляются на стадионе там храмы, знаменитые храмы, величайшие храмы человечества. Там и новые технологии применялись. Первый, возможно, не первый у нас в Якутии. Почти 60 метров, да? Да, да, 60 метров в длину экран. Это проектора, правда, различных марок. Но это все работало, мы оттуда все идет. Ну и если мы от Чайковского в 2000 году, эту историю небольшую расскажу. И там был, значит, главный инженер такой. А я вот по истории архитектуры знаю, что этот объект строился как театр Мейерхольда. Это зал Чайковского. Зал Чайковского. То есть это театр на самом деле. А Жириновский был, приходил в гости. Он говорил о том, что при чем тут Нью-Васюки, там Нью-Йорк, там Якутск, вот центр мира. Ну там огромный Аллук Масс поднялся на 18 метров. А этот Аллук Масс, мы экраны впервые там использовали. Сейчас везде это используется. Тогда не было такой практики в Москве. Ну это, я считаю, что это наше интеллектуальное достижение, которое дало толчок. Ну они бы все равно пришли, конечно, к этим технологиям. Мы же заспорили с главным инженером. Я говорю, вы точно проиграете, потому что под акустическим потолком, то есть над, находятся колосники. Главный инженер этого театра. Мы на 3000 рублей заспорили с ним. Зал Чайковского. Открываем дверь и видим колосники. Он был просто поражен. Композиция первая из Соломы. Да, Аллук Масс. Огромные высоты. Да, огромной высоты. И потом не сдержались, русские якуты там вышли, станцевали Асохой. Это было весело, конечно. В Триумфе тоже несколько мероприятий, которые были, особенно последние столетия республики. Там же тоже заложены смыслы такие, глубокие смыслы. Вот там, значит, стоит, вы мне все спрашивали. Там есть такой, как бы, тоже арка такая. Но силуэт арки, спрашивают, кто там изображен, говорят. Силуэт арки. Куда входили все деятели культуры там. Это что такое? Что же это силуэт? Чей силуэт был? Ну, я называю это силуэт Эль-Ляя. Силуэт Эль-Ляя, да? Эль-Ляй Ботова, да. А почему? Ну, вы полностью, как бы, сейчас провозглашаете концепцию Эль-Ляя как не просто культурного героя. Это, на самом деле, был жрец. Ну, и не зря там в текстах написано то, что он, собственно говоря, сын татарского царя. Ну, некоторых это немного смущает, конечно. Ну, а мы тексты никуда не отбросим. Правильно? То есть, значит, есть в этом какой-то контекст очень важный, который нельзя пропускать. И, соответственно, оно имеет географию. Вот мой друг, автор Белой Индии, Павел Зарифуллин, он в сакральной географии все это формулирует. Человек же не кончается территорией или его жизненным циклом. Вот недавно я участвовал в Северном форуме, там, в развитии каких-то территорий. Ну, меня пригласили. Ну, о чем говорить? Я же не буду говорить о том, что тротуары надо менять. Это банально. Но мы всегда, часто очень говорим о горизонтальном человеке. Человек общественный, человек такой, гражданин России, подданный Японии. А мы очень часто, как бы, не обращая внимания, но вертикального человека. То есть, каждый из нас, мы вертикальные. Ну, так, ходим вертикально. Ну, ходим вертикально, да. Ну, имеете в виду, что подвертикально? В историческом, временном и пространственном. Вот я, например, потомок, я полностью уверен, не просто уверен, я знаю, я потомок, альбатур. Каждый из нас, кто носит, собственно, нашу культуру, это самое, генетику, да, в физиологическом контексте. Код культуры. Да, культурный вот этот вот. Культурный код. Все носители, и вот с того, как бы, всё идёт. То есть, мы должны понимать ценности. Возможно, это очень какие-то старые времена происходило, совсем старые времена. Это не 14-й век, конечно. Это, скорее, раньше. Потому что, ну, в Казахстане был найден, да, вот найдено захоронение. Золотой человек. Золотого человека. Ну, называют сакским воином. Я никаких прямых параллелей не провожу, собственно, я. Но я же вот читаю, думаю, вот, того же Зарихулина Павла, да, и других авторов, и Гумилёва, допустим, да. Ну, и Ксенофонтова. И Ксенофонтова, да, очень важно. Ксенофонтова. Вот, география наша историческая, не нынешняя география, а историческая география, в контексте вертикального человека. Нам и всеми унашивается такая идея о статуе Эллея. Вот расскажи, что это такое, как это идёт сейчас, какой процесс идёт. С точки зрения пространства, географии, мы имеем скудное пространство. То, что мы имеем богатое устное наследие, это одно. И культура богатая. И культура богатая, да. Но архитектура, к сожалению, у нас из-за климатических условий, понятно, да. И из-за мезлоты, может быть, вот чего-то такого существенного в своё время создано не было. Хотя нужно понимать, что в культурном плане нужно осмысливать, осваивать пространство. Ставить на тех участках и местах знаковые форматы, формы создавать. Потому что практически касаемых Эллею иллюстраций очень мало. Практически, можно сказать, нет. Много там иллюстрируют того же Дагандахана. Дагандахана, да. Амагоя. Амагоя там. А вот он как-то из общего контекста. Убедительно, да? Хотя от него всё и начинается. Собственно говоря. Он такой какой-то неуловимый, неизвестный художник. По умолчанию он как бы... Есть. Да, есть, а образ его не создан. Да, образ. Не образ не создан, не иллюстрации нет. Особо такие, да. Хотя, вот по ксенофон тому, если брать Эллеяны, да. Это же целый массив посвящённый. Да, Эллеяны это фундаментальная книга такая. Это вот если бы ксенофон того не было. Если бы он не создал этот труд, я не понимаю. Вот недавно Агафья Еремеевна Захарова выпустила с национальным архивом второй том. Сирошев. Сирошевского. Я там читаю один из первых текстовых изложений Эллеяев. Там совершенно немного иная коннотация там. Сюжет даже как-то немного такой. Меня это очень удивило. То есть сейчас получается, что, ну, начав вот с пути Эллея в театре, потом пройдя через такую работу по созданию мультимедийной экспозиции, мы идём тогда к созданию такой статуи, знака, символа, культурного героя. Культуру, вот как явление, да, не просто якутскую культуру, а мы находимся в живом движении и составляем часть единой ткани российской культуры. Мы в этом пласту, в этой системе играем очень важную роль. И нужно, соответственно, оформлять, где мы живём. Ну вот у нас город такой, некоторые даже называют город бюстов. Везде стоят такие люди, достойные люди, всё правильно там, да. Я думаю, что это... А где это может быть? Я думаю, этих бюстов мало. И надо почаще их ставить. Во-первых, для души приятно. И во-вторых, всё-таки наш город очень сильно трансформировался. В Кальке остались только улицы и дороги. Те, которые раньше были. То есть, да, это вот в плане видно, что это старый город. Но когда ты на уровень земли или на нулевой цикл спускаешься, ты видишь, а где-то это всё. И поэтому вот недавно с сыном Агафьей Еремеевым и Максимом мы разговаривали. И пришли к идее открытого музея в городской среде. То есть потом собрать эти скульптуры? Нет, собирать их. Или небольшие скульптуры? Они везде по городу, допустим. Мало того, их нужно подкреплять различными информационным сопровождением, текстами. И вот так у нас, собственно говоря, оформится то историческое дыхание. И построить вот эту композицию на священном месте Чучур-Муран. Для того, чтобы статуя Лея появилась, необходимо какое-то сакральное, священное место. Чучур-Муран это известно, в песнях, легендах. Вот с моим учеником, с другом, с Вячеславом Ефимовым мы обсуждали. Вот. Вот этот контекст. И мы видим, как некий выход, то есть некий путь. То есть то место, она или где-то спит. То есть получается так. Вот я прохожу мировое такое мировое пространство геокультурное. То есть где-то в Бразилии там Христос. На Украине вот статуя матери там, ну, Мамаев Курган это воин-победитель. С этой точки мы видим самое священное, может, место в географии города Якутска и в геометрии города Якутска. Это озеро Сайсали. Это исторические места, и по названиям это так. Там когда-то и курганы находились, вот рядом с озером. Озеро это мифологично, имеет смысловую родовую функцию. Ну, любого якутска, даже маленького озера, они сразу придают такой сакральный мифологический смысл. Ну, это особенное. Да, это озеро особенное в контексте всего, как бы, да, миропонимания. Мы через это озеро, скорее, выйдем на Аласы, Сыглорга. Да, ну, как бы желанный берег тоже. Да, это то место, куда хочется возвращаться. Ну, вот не зря Отец Сергеевич вот сейчас дал поручение строиться артистский центр эпоса искусств как раз на берегу озера Сайсары. А вот как, вот ты говоришь о том, что должно быть сакральное место, чатур-муран, где стоит память диколеев? Можно протягивать оси, оси пространственные, да, чтобы, ну, оси-то что? Вот, допустим, в Париже есть так называемый Дефанс, арка Дефанс в Париже за пределами, за чертой Парижа. И эта арка начинается с площади Лувра, и там стоит пирамида, поставленная архитектором Йомином Пеем. Вот, а это ось конкретная. Там пробивается, и там, значит, через статую Людовику XIII, по-моему, или XIV, идет арка старинная чуть ли там вообще. Потом идет арк де триумф, посвященная победам Наполеона. А это прямая ось. И дальше вот арки нации. То есть это как бы продуманная такая... Да, да, да. Столетиями. Столетиями, да. То есть в какое-то время идея была заложена, и сколько веков это все пробивало. То есть у нас может появиться такая ось там, статуя Леяна. Нужно тут набраться терпения, я считаю. Потому что французы, терпеливый народ, они, извините, Нотр-Дам строили шесть веков. То есть был какой-то замысел, автор результатов не увидел, но процесс начался. И целая вот эта вот когорта мастеров, первая дизайнера выросла именно в этом храме, можно так сказать. Ну и Софийский собор, да любой храм, это источник искусства, культуры. Меня вот и сейчас интересует подготовка кадров. Вот я знаю, что в свое время, когда ты создавал эту кафедру по дизайну, оттуда пошел мощный импульс такой. И сейчас вот ты работаешь в художественном колледже, вот студенты. Я вижу, как студенты очень тебя уважают, любят, ценят. И вместе с ними создаете многие-многие такие направления. Вот вы недавно выиграли же какой-то грант. Проект федеральный. Федеральный проект. Это что? Это школа креативных индустрий. Мы должны закупиться оборудованиями. Ну, в истории художественного училища такого не было, конечно. То есть это достаточно большие деньги, да? Да, это большие деньги нашим. Ну, понимание. Понимание, да. Примерно сколько это? Ну, 45 миллионов. Ну, это здорово. То есть закупить оборудование. Да, оборудование. Все, лето я писал это все, да. Отнимает это время. Отвлекает творчество, скажем так. Но есть результат, это уже хорошо. Но это же потом отразится на культуру. Да и не только. Потому что сейчас в культуре у нас не просто деятели искусства, только там библиотекари, там музейные работники. А сегодня культура насыщается инженерными различными направлениями. То есть усложняется все. Вот как Рэй Курцвейл тот же самый говорил, что вот наступит сингулярность с 2024 года. То есть это через год. А что такое сингулярность? Ну, это резкий скачок в развитии. А, скачок. И наступательность, вот резкого такого скачка вряд ли предвидится. Потому что есть определенные ограничения и возможности. То есть возможности важнее даже. Экономические возможности. Потенциал. Да, да, потенциал. И кадровые. Но надо готовить кадры. Мир же сложный становится. Сложнее и сложнее. И человек должен соответствовать этому. По идее-то так. И вся вот твоя биография и профессия, она очень такая интересная. Уже можно как бы, уже как бы эта биография и творческий путь твой, он как бы матрица и может быть даже некоторая модель нашей культуры за последние 30 лет. Ну, и работы Министерства культуры, и как дизайнерские твои открытия такие, откровения, инсталляции, там, работа на стадион, в стадионный театр. Не говоря уже большие мероприятия в Москве, там, и юбилейные, не говоря уже и экспо-выставка в Японии, там, да. Поэтому я хотел бы, вот, Ариан Арианович, вот тебя пригласить на разговор уже еще более масштабный. Глава республики дал поручение о том, что мы создали такую новую программу, основываясь на указе президента России Путина. Он еще какой-то новой. Пришли на этот разговор.